Друзья, снова здравствуйте. Продолжаем осмотр финской выставки 2019 года и очередной дом, одноэтажник. Такая вот деревянная у него отделка. Приятный, светленький, аж желтенький. Пойдемте смотреть. Домик выглядит приятно, свежо, ярко. Номер 23. Сейчас зайду, покажу вам информацию о нем, о его стоимости. У него встроенный навес для автомобиля, то есть прямо в одном габарите с домом, не как отдельное здание. Четыре комнаты, 136 квадратных метров и 331 тысяча евро. Давайте снаружи сначала на него посмотрим. Пока что тут идет дождь, наверняка что-то попадет на объектив. Прежде чем заходить внутрь, я объектив постараюсь протереть. Вот наш домишко. Кстати, очень мне нравится, как он выглядит внешне. Дело тут даже не в цвете, а просто ничего лишнего. Аккуратно, одноэтажник. Вот тот самый финский стиль, который многим нравится. Отмостка засыпана разноцветными камушками. Белые углы, белая водострочка, белые внешние откоса. Наличников нет, только откоса. Подшивка тоже белая, между стропил. Белая же лестница наверх для обслуживания, дымоходом. Давайте еще с этой стороны постараюсь показать. Вроде позволяет мне расстояние отойти. Смотрите, есть еще такое милое сооружение, вроде летнего домика снаружи. С этой стороны у дома терраса под общим скатом крыши, по центру получается. Ну и такие вот ступеньки, садик, некое благоустройство сделано ненавязчивое. Короче, классный домик, по-моему. Интересно, что же внутри. Давайте пойдем внутрь. Заходим внутрь дома. Это временная конструкция для выставки. Вообще-то у дома просто крыльцо. И входная финская дверь. Узкое вертикальное стекло. Сразу справа от входа шкаф, купе. Тоже стандартное решение уже, как вы понимаете. По левую руку у нас можно посмотреть на котельную. Довольно редкое явление. Смотрите, теплые полы, коллекторы. Медная вся обвязка, медная труба. Дальше, честно говоря, не могу вам ответить на вопрос, что это. Это, скорее всего, какой-то тепловой насос, либо же вообще грунтовый теплообменник. Трубы какие-то уходят в землю. Это вентиляционная система с рекуперацией тепла. Видимо, за той дверкой. Щитовая. Ну, нельзя сказать, кстати, что котельная как-то особо отделана, да, или что это все. Все трубы, все в открытом виде. Возможно, это только на время выставки, а потом здесь какой-то появится типа шкафа, ну, чтобы это все дело красиво закрыть. Мы проходим дальше, внутрь дома. Сразу же попадаем... Давайте начнем с кухни-гостиной. Попадаем мы в зону кухни-гостиной. Кухня. Кухонный остров. Остров без варочной поверхности, без раковины. Просто именно поверхность сплошная старешница. Угловая кухня. Духовка. Вытяжка большая от ней. С этой стороны двойная раковина. Небольшое окошко. Сверху полки застекленные с подсветкой. Выглядит приятно. Потолки. Это, по-моему, какие-то МДФ-панели белые. Потолок наклонный, кстати говоря. То бишь, у него подшипка выполнена по стропилам. Это дает дополнительный объем. Больше света. С этой стороны обеденная зона. По центру помещения. Панорамное остекление. С той стороны терраса за этой дверью. Мы видели ее снаружи. И еще дальше мы проходим в зону гостиной. Там у нас диван, столик, кресло. По правую же руку стоит камень. Такая мощная печь. Камин. Даже просто, наверное, печь. Топка застекленная. Дровник прямо здесь. Выглядит необычно, кстати говоря. Покажу сейчас еще с другой стороны. И вот так смотрится зона гостиной. Кондиционер в углу. Отхожу в угол, показываю вам все помещение целиком. Вот. Видите? Светлое. В плане света из окон. В плане красок. Да. Очень приятная кухня-гостиная. В конце дверь, которая ведет в комнату. Что за комната? 12,8 квадратных метр. Светильник. Тоже белый потолок, но уже прямой, горизонтальный. Не по стропилам. Ну, не знаю значение комнаты. Это и она, в принципе, может быть любое. Как и задумано автором этого дома, мне непонятно. Вот. Печь, камин. Ну, и еще раз зона столовой, зона кухни. И проходим в другую часть дома. Хотя там где-то выход. Так что давайте вернемся чуть-чуть. Вот это входная зона, откуда все заходят. Что мы пропустили? Мы пропустили один санузел. Ничего особенного в нем нет. Зеркальный шкафчик. Раковина. На противоположной стороне стоит унитаз. Прикольная плитка. На стене за унитазом. А справа комната. Ну, очевидно, что это детская. По задумке автора проекта. Ну, и естественно, мы понимаем, что это может быть комната любого назначения. То бишь, если вы захотите вдруг повторить проект, то пожалуйста. 10,7 квадратных метра. Тут вот написана площадь. Ну, в данном виде смотрится так. А, повторюсь, быть может все, что пожелает душа хозяина дома. Еще одна комната. Это спальня. Ну, очевидно, что взрослая спальня. 14 квадратных метров. Помещение спальни. Двуспальная кровать. Большое окно. Кресло. И еще 8 квадратов. Это просторно. Гардеробная. Огромная, большая гардеробная. Полки. Вешалки. Смотрите. Целая, ну, действительно, большая комната. У кого-то площадь спальни. Там 8-9 квадратов составляет. Здесь же вот такой простор. Ну, снова, на эти габариты можно вписать все, что угодно. Могли бы быть две комнаты, на самом деле. Ну, здесь просто просторная хозяйская спальня. И просторная гардеробная. Дальше мы проходим уже это угол дома, получается. Ванная комната. Раковина. Какая-то поверхность. Шкафы. Зеркальный шкаф. Унитаз. Плитка на стенах. А на потолке дерево. Да, это смотрится красиво. Дальше душевой уголок. Верхний душ. Обычная аллейка. В полу трап. И проход в зону сауны. Широкая дверь. Ну, вот так выглядит сауна. Компактная она в этом доме. Но уютная, как обычно. Посмотрите. Нечма достойна. Узкое окно. Деревянный потолок. Точечная подсветка. Мягкая. И вот там вот каменка, она получается так вот отгорожена. Встроена. На полку. Смотрится хорошо. Выходим отсюда. И попадаем в хозяйственную комнату. Видите, здесь место для хранения. Стирки. Очевидно, что тут будет раковина. Пока просто ее почему-то не установили. Выход на небольшую террасу. Терраса под общей крышей с домом. Сбоку от выхода. Ну, как раз таки мы выходим из сауны и попадаем в джакузи. Смотрите, как выполнен навес. У него подшивка идет между стропил. Что смотрится вот красиво. Или даже за стропилами. Непозрачная крыша. Что, в общем-то, на этой выставке не так часто и встречается. Чаще здесь все террасы патио выстеклены. Здесь же самая обыкновенная простая терраса. И мне нравится подсветка, которая сделана. Подсветка в полу. Маленькие светодиодные светильники. Подсвечивают, очевидно, в темное время суток свес крыши. Вполне возможно, это смотрится эффектно. Но оценить нет возможности. Потому что выставка закрывается в 6. А в 6 еще, слава богу, сутло. Дачник, какой-то, не знаю, домик. Летняя кухня, павильон. Что это? Неясно. Ну, вижу внутри стол. Зайти нельзя, закрыто. Снаружи вижу барбекю или что это. Возможно, это действительно летняя кухня. Когда в плохую погоду можно как-то укрыться от осадков. А в хорошую погоду оказаться на улице. Не знаю, видно ли вам что-то в окно или только отражение. Но мне ближе там подойти неудобно. Поэтому вот так вот. Касаемо благоустройства. Ну, оно здесь выполнено тоже в сдержанном таком стиле. Ну, выглядит весьма приятно, эффектно. Посмотрите сами. Все хорошо. Вот эти окна кухни-гостиной. Отмостку давайте покрупнее посмотрим. Есть возможность сюда чуть-чуть приблизиться. Цоколь просто покрашен. А может даже и не покрашен. То есть он при этом совершенно не бросается в глаза. Потому что вот такая престрая отмостка. Все остальное сделано. И эти мелочи уже роли не играют по сути. А вокруг дома такая дорожка. Плитка. Клумбы. Скорее всего вход в котельную. Вот такой вариант. Весьма неплохо, друзья. Весьма неплохо, друзья.